ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Акцию «Лес Победы» по решению губернатора Московской области проводят в регионе восьмой год подряд. За это время в Химках высажены тысячи деревьев. По словам депутата Государственной думы Ирины Родниной, этот район Химок преображается на глазах. Это такое было пустое место в Химках, да, все про него знали. И мне кажется, вот то, что мы постепенно вот эту всю аллею засаживаем, вот начали с этой школы, да, и дальше так вот идем. Мне кажется, это здорово, и люди это чувствуют, и сами хотят в этом участвовать, и результат виден налицо. В этом году аллею засаживают клёном, липой, рябиной, пузыреплодником, калиной и гортензией. Глава округа Дмитрий Волошин много лет в числе тех, кто с помощью лопаты и лейки дает жизнь новым скверам. Сегодня он посадил рябину. Строение всегда хорошее, позитивное. Особенно, когда на этой акции столько детей, и люди приходят с семьями для того, чтобы почтить память наших ветеранов. И с каждым годом все больше и больше людей. Спасибо, Химки, за то, что вы всегда с нами. Акция «Лес Победы» в очередной раз объединила людей разных профессий и возрастов. Кому не безразлична экология и память о подвиге ветеранов. Народный избранник Александр Дринов посадил дерево в память об отце. Мой отец был призван химкинским военкоматом в 42-м году в армию на фронт. И в 45-м уже вернулся, в 21-м год инвалидом войны, имея на груди три медали за отвагу. Это, вы знаете, награда за личную храбрость. По словам лидера движения «Общественные поддержки» социально значимых инициатив Елены Андреевой, «Лес Победы» играет большую роль в патриотическом воспитании детей, поэтому приехала на акцию с сыном. Кто такое деревья? Это наши легкие зеленые, наших городов и Подмосковья. Но высаживая деревья в честь Дня Победы, мы также чествуем подвиг наших предков. Мне кажется, символичная и приятная сердцу акция. Лидер движения «Общественные поддержки» Михаил Раев отметил, что с каждым годом «Лес Победы» высаживает все больше и больше людей. У нас очень неравнодушные, активные жители, которые поддерживают нас во всех наших начинаниях. Но я считаю, сегодняшнее мероприятие, оно ценно чем? Во-первых, мы в честь 76-й годовщины Победы сажаем деревья, улучшаем экологию нашего города. Еще раз всех поздравляю с праздником Днем Победы. Желаю всем здоровья и благополучия, мирного неба. Только в Новых Химках участники акции посадили 33 дерева и 180 кустарников на 19 локациях микрорайона. Однако неравнодушные жители в этот день вышли в парки и аллеи во всех микрорайонах округа. Так, в Левобережном 20 деревьев посадили на территории нового ЖК. К местным жителям присоединились члены движения «Общественной поддержки». Будет дерево, яблоня, которое будет расти, радовать жителей наших Левобережных, может будет давать плоды. Замечательная акция, где можно посадить не только дерево, но и показать нашим детям, что важно знать историю и необходимо помнить о тех, кто защищал нашу Родину. В ЖК «Солнечная система» деревья высаживали все выходные. После того, как посадочный материал закончился, администрация города предоставила дополнительный комплект саженцев клёна. Чтобы ветки не всегда смотрели на нас, а вдоль дорожки. Сходнюю аллею ветеранов местные жители высаживали под руководством главного врача Химкинской областной больницы лидера движения «Общественной поддержки» Владислава Мерзонова. Это здорово, мы этим самым и чтим память ветеранов, и это своего рода благодарность ветеранам. Ну и это озеленение города, чтобы наш город, наши Химки, был красивым. В этом году акция «Лес Победы» продлится до 25 мая. Любой житель округа может внести свой вклад в сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны и озеленить родные Химки.